здравствуйте в этом видео мы будем делать вот такое колье для создания такого колье нам понадобится бисер японский 10 номер прозрачный обычный он у нас будет из него мы будем делать всю основу декоративный бисер опять же его делать использовать в плетении не обязательно я использовала его только вот по краям также можно его использовать если нет кристаллов для расшивки дальше нам потребуется кристаллы кристаллы диаметром вот 3 миллиметра их понадобится 198 штук это с учетом для расшивки цветов и самого жгута то есть вот на это колье у меня ушло сто девяносто восемь кристаллов расход кристаллов на расшивку этого колье очень большой поэтому предлагаю еще один вариант можно расшить декоративными бисеринами то есть у нас три декоративные бисерины здесь 2 возьмем 2 заменяет один кристалл то есть мы вначале берем прозрачную 2 декоративные одну прозрачную сейчас посмотрим что получится и делаем то же самое расшиваем как если бы мы расшивали кристаллом вот можем вот так делать это можно взять декоративный бисер другого цвета ну вот я закончила тоже даже весьма недурно смотрится необычно имейте ввиду можно не обязательно кристаллами можно и бисером расшивать такие цветы давайте даже вот так сравним тоже неплохо смотрится также понадобится нам ножницы зажигалка нитки капроновые для бисероплетения у меня не подписаны не пронумерованы замок с одним ушком с одним выходом можно заменить вот такими замочками не обязательно это должен быть на магнитике то есть вот главное чтобы был он с одним выходом вот с одной петелькой иголка для бисероплетения но собственные терпения для создания такого колье нам для начала нужно будет сделать заготовки то есть заготовки виде вот таких цветов у меня есть видео цветок георгина как их правильно делать значит нам понадобится один цветок состоящий из 7 элементов две штуки то есть вот один два таких вот состоящих из девяти элементов тоже два цветка из 11 элементов нам нужно будет сделать четыре цветка раз два три 4 и один из 13 вот он это будет центр у каждого цветка для выплетения именно колье я сделала вот такой вот элемент который будет у нас скажем так соединяющим все эти цветки с квадратным жгутом то есть вот он он этот элемент здесь этого то есть мы перед будем делать сплавный переход из трех бисерин к двум чтобы у нас потом квадратный жгут состоял из равного количества бисерин на каждую сторону по две то есть если здесь у меня три я потом перевела 2 2 2 сейчас покажу перевожу иголку к трем бисеринам в этом цветке теперь я набираю 2 4 и еще 2 того 6 бисерин чтобы на замкнуть круг вот набрала 6 бисерин прохожу сквозь три сделали первую стеночку перевожу иголку на следующую боковую сторону через две бисерины проходя вот две есть две есть нам нужно набрать 4 бисерины вот я набрала 4 бисерины прохожу через две боковые через две бисерины у цветка перевожу иголку проходя сквозь три бисеринки опять набираю здесь надо 2 сверху 2 и того 4 завожу иголку через две через три вот практически мы закончили осталось добрать всего две бисеринки сверху провожу снизу иголку перевожу поднимая ее через две боковые наверх и завершая наш элемент набрав последние недостающие две бисеринки все вот элемент наш когда мы перевели перешли из трех бисерин двум и дальше пойдет у нас в сторону квадратный жгут мы завершили теперь я перевожу боковым двум иголочку и это будет нашим основанием для воплетения нового элемента квадратного жгута я набираю 6 бисерин замыкаю замыкаю по кругу работаем вот с этим основанием вот сбоку который идет в бок потому что сюда пойдет жгут перевожу набираю 4 бисерины прохожу сквозь две две опять прохожу по основанию набирая 5 4 бисерины замыкаю если вы уже выплетали эти цветы то здесь уже не составит труда продолжить выплетать квадратный жгут вот я перехожу по двум бисеринкам последнему основанию вот так мы продолжаем плести наш жгутик то есть вот он идет у нас в сторону и выплетая этот жгут между ними между цветами это соединительное колечко я его считать не буду вот оно это соединительное колечко вот здесь и здесь между этими двумя элементами у нас два четыре шесть восемь квадратиков то есть мы выплетаем шесть семь семь и восьмой у нас будет соединительное между вот этим и самим жгутиком вот что получается это элемент который у меня идет к цветочку скажем так прилагается мы выплели жгут вот из семи квадратиков состоящий и сейчас будем делать соединение этого квадратика с седьмым и это пойдет наш восьмой соединительный элемент то есть это мы не считаем я убираю вот я сделала раз два три четыре пять шесть семь квадратов и сейчас восьмой у нас будет с вами соединяться я набираю две бисерины вот так как у нас выходит из боковой вот из этих двух то я завожу иголку боковые противоположного квадрата вот набираю две бисерины и замыкаю наш кольцо вот мы соединили одну сторону у наших квадратиков смотрите чтобы не перегнулся этот жгут переходим иголкой на верхнюю сторону жгута у нас здесь две бисеринки есть две есть здесь есть не хватает только вот двух бисерин до восьми проходим по кругу соединяя каждые две бисеринки друг с другом подтянули вот у нас произошло здесь соединение здесь соединение переворачиваем наизнанку видите здесь не хватает также две есть две есть две есть не хватает двух мы переводим иголку для того чтобы набрать две бисерины так сейчас переверну вот так набираю две и так же проходя по кругу прихватывая все стеночки я вот так замыкаю эту ниточку не обращаем внимание она нам пригодится мы ее убирать не будем либо мы продолжим выплетать жгут либо для расшивки теперь перевожу иголку вот к последней нижней вот этой стороне здесь бисеринки все у нас на месте вот две 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 но они как бы не соединены друг с другом поэтому мы их по кругу все друг с другом сейчас пройдем ниткой и соединим ну вот у нас такое вот произошло соединение двух цветков теперь одну из ниток этой можем продолжить которая шла от элемента поплетать следующую часть жгута а этой ниткой если она достаточно у вас длинная мы сейчас поднимаем ее наверх и можем делать делать расшивку жгута вот кристаллами из верхнего угла в нижний кристалл лежит по диагонали то скорее всего здесь я буду расшивать также из верхнего угла в нижний чтобы они лежали как елочка то есть вот я набираю у меня нитка короткая я ее сейчас хочу израсходовать расшивая кристаллы и убрать в плетение чтобы она мне не мешала то есть вот вот этот бандит который помогает мне снимать видео у него проявляется активность как только я начинаю записывать ему нужно покушать поговорить полетать сразу сон как рукой снимает еще есть три нарушителя покоя вот я расшила кусочек жгутика нитка достаточно коротенькая сейчас буду убирать ее убирать я ее буду на изнаночной стороне я перевела нитку на изнаночную сторону и вот я сейчас буду завязывать первые узелочки здесь уже много раз проходили поэтому смотрите где легче будет заходить нитка с иголкой посвободнее посвободнее вот я сделала вела нитку между бисеринами снизу между этими двумя бисеринками под дело завязала первый узелочек затянула дальше дальше по плетению иду дальше не хочет туда у меня идти много уже там прошлась я раз значит пойдем в эту сторону пока убираем завязываем узелки не так страшно вот путаем сейчас завяжу здесь второй узелочек вот вот внизу хвостик длинные мешает вот так не хочет у меня вниз идти но в любом случае все эти узелочки мы будем завязывать в этой нижней на лицевой стороне потому что мы его когда подпалим зажигалочка я уже объясняла чтобы это если будет касаться тела чтобы нас не беспокоило сейчас переведу сюда и здесь наверное я подожгу все мы завязали последний третий вот узелочек подрезаю оставляя хвостик и поджигаю зажигалкой чтобы это спряталось у нас с вами в бисеринку все ниточку одну которая нам мешала коротенькая мы убрали вот я взяла следующую нитку и буду продолжать выплетать семь элементов и восьмой соединю вот с этим центральным нашим цветком нитка у меня закончилась я не успела доплести вот это вот соединение поэтому я сейчас буду брать новую я на иголку одела нитку достаточно длинную сейчас сниму тоже какую-то часть нитки с катушки и заводить я буду чтобы у меня один конец нитки сюда выходил здесь продолжить расшить и поэтому я возьму небольшую нитку небольшой хвостик а здесь чтобы мне продолжить доплести жгут соединить и также расшить я завожу вот у этого основания вот здесь сбоку не давайте вот здесь заведу сверху вот так между двумя бисеринами я завожу нитку оставляю хвостик чтобы мне здесь хватило для того чтобы расшить и убрать эту нитку приблизительно я где-то оставлю хвостик где-то 30 сантиметров теперь я делаю узелок забыла завести иголочку так вот я подтягиваю это хвостик который 30 сантиметров пока оставляю перевожу иголку к основанию и сейчас я буду параллельно выплетать элементы и сразу же расшивать кристаллами потому что когда у меня нитка сюда уйдет я здесь разошью кристаллами возвращаться вот к этому кусочку будет но не очень удобно будем долго гулять петлять вот я взяла 6 бисерин замкнула перевела набрала 4 5 замкнула кольцо опять набираю 4 последнюю делаем завершающую так и смотрим куда мы сейчас будем переводить иголку нашу прошивать я буду из этого угла у меня кристалл ляжет в этот значит я перевожу нитку к этому углу набираю одно бисерину кристалл бисерину так по диагонали у меня лег кристалл нитка у нас находится опять в положении основания теперь я опять продолжаю выплетать следующий квадрат ну вот я выплела 1 2 3 4 5 6 7 сейчас будем делать соединение вот с центральным цветком все то же самое как мы до этого делали теперь нитку нас выходит у основания снизу значит набираем две бисеринки заходим снизу вот чтобы у нас вот так расположились эти две бисеринки вот теперь набираем еще две замкнули первая стеночка готова при соединении переворачиваем чтобы вот боковушечку нашу соединить переводим иголочку сюда все мы соединили теперь я перевожу иголку к этому углу и расшиваю жгутик дальше эту ниточку я буду убирать в плетении опять кристалл можно заменить декоративными бисеринами не обязательно кристаллами расшивать витку который вот остался у нас хвостик 30 сантиметров это то что у нас закончилась будем убирать и я продолжу здесь расшивать ну вот доделаю и спрячу ниточку мне осталось доплести в колье раз два два соединения и здесь мы будем делать доплетать вот такой длинный жгут чтобы закрепить на конце замочек поэтому понадобится достаточно длинная нитка хотелось бы это все конечно сделать одной ниткой поэтому я сейчас буду вводить в плетение новую я одела нитку на иголку длину я взяла с катушки сняла где-то 180 сантиметров это метр восемьдесят пополам если сложить ну где-то 90 сантиметров она получается вдвое сложенная надеть нитку я буду по такому же принципу как показывала ранее то есть я опять сверху нашего жгутика между двумя этими бисеринками завожу нитку пока уберем в сторону опять так же поддеваю снизу иголку образовали петельку ввожу иголочку завязываю узелочек теперь перевожу нитку к новой нашей основе и продолжаю выплетение семи элементов нитка у меня закончилась которую я вводила теперь я сниму с катушки нитку длину возьму тоже где-то около двух метров наверное пополам если сложим получится метр и сейчас этой ниткой я переведу в это положение буду расшивать жгут кристаллами ну вот я уже закончила расшивать сейчас я опять начну выплетать жгут так добираю последние две и сейчас переведу нитку вот в это положение чтобы из этого угла мне расшить кристаллом расшила выплетаю следующий квадрат так идем до конца расстояние между нашим первым маленьким цветочком и замком у меня не считаю вот этого соединительного элемента всего я выплела два четыре шесть восемь десять двенадцать четырнадцать шестнадцать семнадцать квадратов вот это не считается это будет соединительный элемент жгута с замком то есть у меня получилось здесь семнадцать я когда прикладывала колье я смотрел чтобы мне этот цветочек не уходил за косточку вверх туда на шею поэтому смотрите мерите сами длину расстояния ну вот я закончила выплела семнадцать квадратиков два четыре шесть восемь десять двенадцать четырнадцать шестнадцать семнадцать теперь будем с вами делать соединение с замком здесь тоже все очень достаточно просто это последний наш квадратик вот он он то есть это у меня вот эта плоскость сейчас изображена вот она нитка у нас выходит сверху вот она сверху мы сейчас на нитку оденем две бисеринки кристалл и войдем в ушко замочка то есть вот сюда так делаем значит набираем две бисеринки один кристалл и заходим в ушко замка вот это сделали теперь мы возвращаем иголку в кристалл набираем две бисеринки и замыкаем вот этот вот скажем так откуда выходила у нас иголка замыкаем это все в круг возвращаем иголку в кристалл набираем две бисеринки и здесь вот откуда она у нас выходила вот здесь здесь замыкаем вот получилась такая у нас восьмерочка дальше мы с вами вот мы замкнули это сейчас все дело вот теперь мы переводим по боковой нашу иголочку вниз и будем проделывать то же самое как сверху то есть две набрали вошли в кристалл дальше мы входим в ушко замочка возвращаемся в кристалл набираем две бисерины и замыкаем показываю давайте отстегнем давайте отстегнем замочек чтобы проще было вот то есть это была моя верхняя плоскость сейчас мы переведем иголку можно конечно здесь набрать две бисерины войти опять перейти сюда но долго очень если гулять я думаю что нам двух хватит здесь если что если вы не уверены можете продублировать вот я набираю две бисерины захожу в кристалл ушко замочка возвращаю нитку уже подтянула возвращая нитку в кристалл так теперь смотрим здесь у нас есть вот две бисерины лежат здесь две набрали а вот здесь не хватает двух бисерин набираем их и замыкаем все у нас получился вот такой вот вот как бы конус если хотите можете третий раз давайте я третий раз пройду чтобы уж наверняка чтобы здесь вот было трижды ниточка понадежней хуже не будет теперь уводим нитку убираем ее уводим по плетению завязываем узелочки прячем ее в изделие колье готово желаю вам удачи терпения всего доброго дошли дошли с